Белковое меню на неделю для похудения понедельник. Завтрак состоит из двух яиц и апельсина. На обед у вас 0,5 килограмма любых фруктов. На ужин побалуйте себя отварной курицей. Не забудьте снять с нее кожицу, вторник. Завтрак, как и в понедельник. В обед съешьте запеченную курицу. Вечером перекусите овощным салатом, среда. Утро начните с яиц и цитрусов. На обед у вас 200 грамм обезжиренного творога. Перед сном съешьте кусочек куриного мяса, четверг. Завтрак, как обычно, состоит из яиц и апельсин. На обед 500 грамм любого фрукта, кроме винограда и бананов. Ужин состоит из отварной курицы с овощным салатом, пятница. Завтрак начните с яиц и апельсин. Отварные овощи на обед. Перед сном съешьте отварную рыбу с салатом, суббота. Завтрак, как обычно. На обед любые фрукты. Ужин состоит из мяса и салата, воскресенье. Завтрак, как обычно. На обед курятина с отварными овощами. На ужин у вас свежие овощи. Меню простое и доступное. За неделю вы сможете похудеть на 2-5 килограмм. Повторять подобный эксперимент над своим телом нужно не раньше, чем через 2-3 месяца. Раз в 3 дня добавляйте в рацион по 30 грамм углеводов. Постоянно контролируйте вес. Как только вы увидите, что начинаете набирать массу, немного сократите потребление углеводов. Белковое похудение. Диета Дюкана. Этот метод снижения веса разработал французский диетолог Дюкан. Стоит отметить, что в отличие от большинства диет он предусмотрел и точно описал выход из диеты. Эта методика снижения и удержания веса идеально подходит людям с лишним весом более 10 килограмм. В основе диеты Дюкана лежит потребление определенной пищи на разных этапах снижения веса. Первая фаза называется «атака», ее продолжительность составляет 3-10 дней. В это время можно есть исключительно белковую пищу. Количество жиров и углеводов сводится к нулю. Ограничений по количеству пищи нет. Можете ужинать даже в 22.00. Подробное описание диеты Дюкана читайте в статье «Почему происходит похудение без снижения количества пищи на диете Дюкана». Дело в том, что на расщепление белка требуется около трети всей энергетической ценности продукта. То есть, съев 210 грамм обезжиренного творога, калорийностью 60 калорий на 100 грамм, вы получите только 88 калорий. Третья часть энергетической ценности уйдет на работу организма. Кроме того, белки не превращаются в жир, но для осуществления некоторых химических реакций необходима жирная и углеводистая пища. Именно поэтому начинает таять подкожный жир. Особые указания на диете Дюкана. Пейте по 2 литра жидкости ежедневно. Каждый день кушайте отруби. Гуляйте не меньше 30 минут на свежем отдыхе. Готовьте салаты без добавления масла и соли. Замените сахар подсластителем. Приобретайте нежирные молочные продукты, 0,5% жирности. В первые 2-4 дня от начала похудения вы можете ощущать тошноту, головокружение и шум в ушах. Это вполне нормально, через 2 дня эти неприятные ощущения исчезнут. Возможны проблемы со стулом, это предусмотрел автор диеты и ввел в меню овсяные отруби. На первой фазе их можно употреблять по 1,5 столовые ложки в день. Можете добавлять их в кефир или готовить оладушки. Первая фаза – атака на диете Дюкана. На первой фазе вы можете кушать такие белковые продукты для похудения. Нежирное мясо, куриную и говяжью печень, морепродукты. Яйца, нежирный кефир, творог и молоко. Яйца можете готовить любым способом. Разрешено обжаривание на сухой сковороде. Если вы собрались худеть по этой методике, то приобретите сковороду с антипригарным покрытием. Можно пищу запекать и готовить на гриле. Мясо можно мариновать в минеральной воде кефире или томатной пасте. Главное, чтобы в маринаде не было сахара, жира и крахмала. Второй этап на белковой диете Дюкана. Вторая фаза называется очередование. Она длится от нескольких недель до одного года. Фаза завершается, когда вы приобретаете необходимую стройность. В этот период вы продолжаете сбрасывать лишние килограммы. В белковое меню вводятся некрахмалистые овощи. Отдайте предпочтение капусте, кабачкам, тыкве, сельдерию. Можно кушать морковь и свеклу, но не ежедневно. В салаты добавляйте соленые огурцы. В это время в салаты можно добавлять немного масла. Разрешено употреблять до одной чайной ложки растительного жира в день. Не используйте масло для обжаривания продуктов. Во второй фазе увеличьте количество отрубей до двух столовых ложек в день. Овощи можете тушить, запекать или готовить на гриле. Третья фаза на диете Дюкана. Продолжительность этапа зависит от количества потерянных килограммов. На один килограмм сброшенного веса приходится 10 дней консолидации. В этот период вы вводите в день 2 ломтика цельнозерного хлеба и 200 грамм любых фруктов. Банан есть нельзя. Кроме того, раз в неделю можно устраивать праздник живота. В это время вы можете организовать прием пищи, который состоит из трех блюд, включая десерт. При этом не кладите в тарелку добавку. Кроме этого, праздничного приема пищи раз в 7 дней и добавьте одну порцию крахмала содержащих продуктов. Это рис или картофель. Можете съесть фасоль или горошек. Четвертый этап – стабилизация Дюкана. Этот этап длится всю жизнь. Ешьте как на третьей фазе, только теперь крахмалистую пищу можно кушать ежедневно. Сахара и жира в рационе нет. Вам придется навсегда распрощаться с конфетами и кондитерскими изделиями. Два раза в неделю можете устраивать праздники, когда можно съесть первое, второе и третье блюдо. Белковая диета – отзывы о такой методике снижения веса положительные, так как она позволяет за короткий период времени откорректировать фигуру, но вес возвращается очень быстро. Белковые коктейли для похудения. Сейчас медиками и диетологами доказано, что при помощи белковых коктейлей для похудения можно существенно снизить вес. Тем не менее спортсмены и бодибилдеры с успехом используют эти составы во время сушки для придания мышцам рельефности. Виды белковых коктейлей, содержащие 10 грамм белка и пектин, способствующие чувству насыщению. Этим напитком можно заменить один прием пищи, содержащий 20 грамм белка. В таких протеиновых коктейлях нет пектина, но калорийность минимальная. Они плохо утоляют чувство голода, поэтому напитком можно заменить лишь один прием пищи. Домашние коктейли для похудения на основе яичного белка и молочных продуктов. Отлично утоляют чувство голода. Это отличный способ перекусить на работе, не набрав лишних килограммов. Коктейли на основе растительных компонентов. Обычно это соевый белок. Конечно, если вы решили не только снизить вес, но и улучшить контуры своего тела, то имеет смысл приобрести коктейли с высоким содержанием белка. Это отличный строительный материал для ваших мышц. Но если вы не занимаетесь в тренажерном зале, то можете приготовить белковые коктейли самостоятельно. Рецепты приготовления белковых коктейлей в домашних условиях. Рецепт номер один – энергетический белковый коктейль. Для его приготовления взбейте в блендере стакан обезжиренного молока и столовую ложку натурального йогурта. Когда смесь станет однородной, добавьте 5 грамм растворимого кофе. Рецепт номер два – питательный коктейль. Взбейте в блендере 200 мл молока и 100 грамм творога. Добавьте банан, ложку меда и горсть овсяных хлопьев. Рецепт номер три – коктейль с яйцом. Влейте в блендер 200 мл молока и вбейте одно яйцо. Всыпьте чайную ложку сахара. Все тщательно взбейте до однородности. Как видите, белковые диеты и протеиновые коктейли довольно эффективны при похудении. Но перед тем, как сесть на диету, посоветуйтесь с врачом, так как белковые способы снижения веса выводят из организма много воды и кальция. Это в свою очередь может отразиться на работе почек. Субтитры создавал DimaTorzok